I Have a flame of desire I was still May your eyes I'd play Ну, другого я и не ожидала Погибло около дюжины людей. Плюс это труп в мешке для трупов с загадочным сообщением с любовью от Корпсгелл. Пойцы отчаянно пытаются собрать все кусочки головоломки. Этот детектив, отец Шинни и его лицо мелькает на всех новостных каналах. Он говорит, что все это связано с предыдущей серией убийств теми... ...там, где трупы были украшены дабы походить на своих жертв. Конечно, они связаны, ты. Безмозглый идиот. Что Корпсгелл делает? Это говорит, что в божественном баке. Именно Корпсгелл стоит за всем этим. Это ведь даже написано на этом ебаном мешке для трупов. За исключением того, что на самом деле все это было не рук Корпсгелл. Но чем больше я лгу себе, тем легче себя ощущаю. Единственное, кто знает, что эта подражалка была ответственна за эти смерти. Единственное, кто видел эту фотку с поручением убить или зарезать Шюджи. У меня все еще есть при себе телефон Юрика. Это важнейшая улика, которая, несомненно, пригодится мне больше, чем полиция. Согласно различным обсуждениям на Нойс-ченнеле, полиция пыталась замазать изображение мешка для трупов, на котором было написано Корпсгелл. Но стоило этому и фотки появятся в интернете, и все, ее практически невозможно удалить оттуда. Тот факт, что полиция хотела удалить фотку, только ускорил его распространение этого самого фото. Тысячи постов по всему интернету задают один и тот же вопрос. Кто же это такая, Корпсгелл? Похоже, многие люди слишком боятся заходить на этот сайт. Они опасаются, что это может их опорочить. Как будто полиция готова выломать дверь любому, кто хочет зайти на этот сайт. Да, верно. Да, конечно, точнее. Но это не решительность, это... Но это не желание, и это не решительность. Не смогла бы остановить и не покорить сердца по-настоящему любопытных душ. Сегодня мой сайт Корпсгелл посетило более тысячи людей. Подавляющее большинство IP-адресов, обращающихся к сайту, находятся в Токио. Хотя убийства известны уже по всей Японии. Токийские СМИ действительно раздувают из этого огромный скандал. Я ожидал, что большая часть веб-трафика будет местной, но все равно приятно видеть посетителей из других регионов. ОСАКО, КИОТО, СОПОРО, ФУКАОКО. Чё-то возьмите... Даже из США было два посетителя. Вот так вот. Мировая известность. Корпсгелл наконец-то становится известной. Однако, несмотря на наплыв трафика, ни одного запроса не поступило. Я дуюсь от досады, глядя на экран своего ноутбука. Хотящие сообщения показывают, что нет непрочитанных сообщений. Не могу в это поверить. Сложно было поверить в это. Честно, не отпугнули людей от использования сайта изменений, которые я внесла на главную страницу. Сейчас я запрашиваю гораздо больше информации для отправки запроса. Теперь необходимы имя, адрес жертвы. Я уже собираюсь с досады закрыть ноутбук, как замечаю маленькую деталь. Последнее сообщение в папке входящих запросов. Отмечено временем дата сегодня 17.45, примерно 15 минут назад. А? Этот запрос не мог прийти тем вечером. Он помечен как прочитан, значит я уже открывал его. Любопытно я кликаю на сообщение. Фото, которое загружается, изображает человека, которого я никогда раньше не видела. Не примечательный мужчина, но я бы моментально его узнал, если бы уже открывал этот запрос. Я возвращаюсь в папку уходящий, более детально изучаю время и дату каждого сообщения. Каждое сообщение помечено как прочитанное, поэтому я предполагал, что все они были запросами с предыдущих дней. Похоже, я ошиблась. Все сообщения сегодняшние целостынятся запросов, сделанных только с утра. Всего 25. Куле щет! Почему они все отмечены как прочитаны? Я ведь не открывал ни одного из них. Я лихорадочно открываю их все. Все фотки, жертв быстро скачиваются одна за другой и я просматриваю их бегло. Ни одного знакомого лица. Какого хера происходит? И пока я разбираюсь с одним сообщением, вверху экрана появляется новый запрос. Я понимаю, что происходит на самом деле. Если я боюсь нажать на него, как вдруг он становится серым. Крученный значок закрытого конверта рядом с сообщением превращается в открытый конверт прямо у меня на глазах. Нас хакнули! Сайт Корпс Голл хакнули, все. Кто-то читает наши запросы, поэтому она и узнала про запросы Юрика. Меня охватывает одна ужасающая мысль. Кто-то читает эти запросы до меня? Причем я успеваю их прочесть. Кто-то каким-то образом получил доступ к папке входящих запросов Корпс Голл. И они читают каждый новый запрос раньше меня. Значит кто-то еще имеет доступ к этим запросам. Я не могу поверить. Я так шокирован, что даже не знаю что делать. Я тупо смотрю на экран с открытым ртом. Все еще не переварив, не веря в происходящее. Значит кто-то взломал мой сайт? Ну да. Как бы наплыв популярности и привлекает к себе всяких там, да? Может даже ФСБшники, да? Угу. В общем, попытки вернуть себе спокойствие и хоть какую-то властную ситуацию. Я наклоняюсь над буквами и начинаю стучать по клавиатуре. Я схожу на стойки безопасности сайта, дабы править последних посетителей. Весь трафик заходит только на главную страницу сайта. Как должно быть. Но еще один пользователь зашел прямо в панели администратора сайта. Настолько безопасность показывает, что два человека в данный момент авторизированы в панели администратора. Я и какой-то незнакомец. Я посмотрю IP адрес посетителей и обнаживаю, что он находится в Токио. Возможно, кто-то видел новости о Корпус Геол. Решил попробовать взломать мой сайт. Вот я говорю. Я не могу смириться с таким богохальным преступлением. Да как они смеют вступать на мою святую землю? Я говорю от ярости, заходя в расширенные настройки безопасности сайта. Я просто поменяю свою пароль, заблокирую IP адрес хакера. Я убью их всех нахуй. Я убью их всех нахуй. Я перехерачиваю их всех нахуй за то, что они осквернили сайт великой и неповторимой Корпус Геол. Жестко. Они у меня еще попляшут, да? Покараю их. Ты слышал меня? Да. И? Ты не можешь их отследить? У тебя уже есть, вроде как, ну, связи. Я? Я ведь уже снабжаю тебя трупами. Я не знаю, что тебе еще от меня нужно. Я хочу, чтобы ты нашел этого хакера и позволил мне запытать его до смерти. Боже мой. Я не хакер там, какой-нибудь компьютерный гений. Обратись в полицию. Ты шутишь, наверное. Конечно. И что мне, блять, делать тогда? Найди кого-нибудь еще. К тому же, ты все еще в долгу передо мной. Прости? Что это за долг, интересно? За то, что я делюсь с тобой трупами. Ты что, забыл нашу сделку? Не. От тебя только и слышится. Забираю, забираю, забираю. А мы договорились делиться. Да ладно, что тебе нужно? Ты ведь и сам можешь достать себе трупы, когда захочешь. И просто попроси Томой поехать с тобой. Могу ли я хранить их так же на фабрике? Хранить их? И сколько? Не знаю. Недели? Они же сгниют. Вот почему я не могу забрать их домой. Ну, там же будет вонять на всю округу. Ну, мы же заключили сделку. Ладно, можешь хранить их на фабрике. Мне плевать. Ну, зачем они тебе вообще? Те-те-те-те-те-те. Не спрашивай. А, ну удачи тебе отыскать своего хакера. А мне пора. Ладно. Спасибо за нихрена. Каджир на самом деле мне напоминает, знаете кого? О том, о ком, господи, о ком поется в Апеннинге. Стрэндж Флавер. Ну, и он очень проникся, видимо, этой историей, этим персонажем. И очень походит на него. Ну, вы понимаете, да? Потом он начнет еще это. Так. Мне нужен труп. Я отправляюсь на свидание. Или это... Под звездами, под луной... Мы собираемся там это... Да. Посидеть, поболтать. Ну что, как там дела у нашей? Конечно. Ладно. Сейчас мне явно не надо домой, я просто хочу вернуться к работе, закончить день и отправиться домой. Ладно, смотри ты, ебаный в рот. Должен бы уже быть кто-то, кто сможет найти этого хакера. Ну, по крайней мере, я никого не знаю. А, я тоже. Сколько новых там запросов было? Уже 7... перевалил за 70, когда я утром проверял. 70... Боже мой. Как мы собираемся доставлять столько, ну, ты сама знаешь чего? А ну, быстро сбавь свой тон. Я сказала, сама знаешь что. Я не говорил ничего криминального. Я не знаю, понимаешь? Это ты хотела услышать от меня? Да не нужно на мне срываться. Просто заткнись на минутку, ладно? Я просто не могу думать, когда ты рядом. Вау, ну ладно, сорян. Сраная шлюха. Вот, а мы продолжали висеть в воздухе долго после того, как она ушла. Нужно быть гением, чтобы понять, что... Слово, что она использовала шлюха, было не таким ласковым, как обычно. Не в шутку, да, уже. Я продолжаю бормотать себе поднос и возвращаюсь к своему рабочему месту. В данный момент я чувствую, что утопаю в стрессе. 70 запросов! Прикольните! Holy shit! Все, продолжает валиться на меня, тянуть меня вниз. Я продолжаю утопать с головой. У меня потихоньку пропадает желание даже сопротивляться. Свыше 70 запросов, которые нужно обработать. Хакер, что взломал мой сайт и имеет полный доступ к моему сайту. Даже если мне удалось его временно заблокировать, я уверен, что он вернется. Ну и, напоследок, есть еще это дрожатель виновной смерти моей сестры. Все это уже слишком. Я больше не чувствую себя властительницей, хозяйкой, хозяином, что возьмет все в свои руки и как-то восстановит ситуацию. Я больше не чувствую себя сильной, непоколебимой Норико. Я даже не чувствую себя, Corpse Girl. Всего лишь бедный, оскверненный Corpse Girl с хакером, ковырящимся в моем сайте. И какой-то там подражатель, который рофит надо мной. Ну эти выражаться правильно, да. Если я не чувствую себя как Норико, значит я не чувствую себя как Corpse Girl. Тогда кто я, блять, такая вообще? Спасибо, что согласилась встретиться со мной после работы. Надеюсь, ты не против поесть в этом ресторане? Конечно, я не против. Я рада встретиться. Кажется, мы в последнее время только по телефону и общались. Да. Тебе что-то беспокоит? Я не совсем понимаю, зачем... Я вообще попросила Авой встретиться со мной. Часть меня хотела с кем-то поговорить. Я хотел выпустить пар, выплеснуть все свои... Дать волю... Выходу своим разочарованием, своим неудачам. Другая, более глубокая и мрачная часть меня. Просто хотела бросить все и... Обнять ее. Позвольте ей... Сказать мне, что все будет хорошо, все наладится. Норико, у тебя крайне странное лицо сейчас. А, прости. Ты можешь поговорить со мной? Ну, я... В общем, в последнее время я крайне перегружена. Бывает ли у тебя такое чувство, что ты... Начинаешь утопать под тяжестью всего, что бы ты ни делал, ты... Ты в итоге никогда не вырвешься. И не сможешь сбросить всю эту тяжесть. Что я вообще несу? Конечно, ты все понимаешь. Ты ведь... Тебе ведь пришлось пережить столько дерьма в жизни. Норико, мы обе через многое прошли. Школа была нелегкая ни для тебя, ни для меня. Я знаю тебя лучше, чем кто-либо. Я знаю тебе все. Ну, это правда. Согласна. У меня становится спокойней, когда я вспоминаю, насколько мы с Авой близки. Но времена меняются. И мы, и я. Все меняется. В последнее время я словно другой человек. Есть вещи обо мне, которых Аой не знает. Вещи, которые формируют... Того, кто я есть. Думаю, мне... Я просто, в общем, перегружена. Слишком много стресса в последнее время. Может, мне нужен отпуск? Отпуск, да? Ну, звучит неплохо, на самом деле. Ладно. Место мечты для отпуска. Погнали. А? Да ладно тебе, давай. Мы же раньше все время играли в эту игру. Не думай, просто скажи мне место идеального отдыха. Аааа... Ааааа... Где-нибудь... Где солн... Солнечно? Не смейся на меня. Я просто не могу представить тебя загорающей на солнце. Хе-хей. Серьезно? Ты сказал, что мечта? Ты сказала, что мечта? В моих мечтах я хотел бы поехать куда-нибудь, где довольно солнечно. Может быть, в Гавайи или Австралию? Ты можешь меня представить загоревшей, а? Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ну, так-то тебе стоит поехать. Отправляйся в Гавайи или в Австралию, куда-нибудь еще. В общем, проведи хорошо время, отдохни и восстановись. Ааа... Ой... Да ладно, ты же понимаешь, что все не так просто. Но почему нет? Правда? Как ты можешь вообще меня об этом спрашивать? О чем ты вообще? Да блин, ты ведь даже не можешь выйти из квартиры, не проведя, выключен ли свет или экран не сечет. Вот тебе всегда нужно по 10-20 раз проверять, все ли в доме выключено и в порядке, прежде чем покинуть его. Ну, я знаю. Ну, в отличие от некоторых, я могу хотя бы выйти из дома. Эй, а я сейчас не дома? Ой, господи, эй, а разве сейчас не... Снаружи? Дома? Ты? Снаружи? Прости? Разве такое безопасное маленькое место вообще считается за снаружи? Чем эта маленькая кафешка отличается от твоей крошечной квартиры? Вообще-то полностью отличается. Меня тут окружают люди и... Это то же самое. Ты в итоге никуда не выходишь. И не уезжаешь. Ты слишком напугана, дабы выходить за пределы своей зоны комфорта. О, да ладно. Тебе об этом говорить. Ты даже не смогла начать работать со мной в офисе, потому что была слишком стревожена, чтобы покинуть свою ебаную квартиру. Это не честно. Если бы я не уверена во всем, то это становится слишком сложно и... Почему мы вообще ссоримся? Мы оба знаем, с чем нам приходится мириться, так что зачем? Я не знаю. Прости. Прости. И ты меня прости. На некоторое время сидим в неловкой тишине. Время от времени я ее ждать на месте, чекая свой телефон. Я действительно выпалила несколько гадостей на нее. Иногда я говорю, причем успеваю дважды подумать о том, что... Ну, выпаливай из своих уст. А ты тогда можешь рассказать мне о своем идеальном отпуске? О моем? Не знаю, я бы, наверное, хотел бы поехать куда-нибудь в более прохладное место. Мне так нравится холод. Я люблю окутываться, заворачиваться в плед, одеялко и пить горячий шоколад, какао. Может быть, зимний отдых в Швейцарию или Норвегию. Блин, звучит классно, я бы тоже хотел. Хотя я не скажу, что мне нравится холод. Звучит не так плохо. Есть свой шарм в этом, дабы завернуться в пледик в холоде. Правда? Я рада, что ты согласна с этим. Как думаешь, мы могли бы куда-нибудь сбежать? Думаю, мы могли бы. Может быть, мы правда могли бы куда-нибудь поехать вместе? Может быть. Кстати, я хотела сказать тебе, что скоро свалю из этого кафе для горничных. Что, правда? Это же круто! А что твой менеджер? Он делает пазду, прежде чем ответить. Не знаю, думает ли она или пытается создать интригу или... Я думаю, что он передумал. Теперь он говорит, что я могу делать то, что пожелаю. Это же потрясающе, Ауэ. Это действительно как камень с души. Согласна. Моя последняя смена завтра, и после этого... После этого я наконец смогу... Смыться от этого... Парня. Ну, помните, да? Надеюсь, помните. Ауэ опускает голову, ей больше ничего не нужно говорить. Я знаю, что она говорит о своем... Преследователе, о том отвратительном парне, который... Постоянно пристает к ней во время ее работы. Преследователь-сталкер, да... Мне так грустно, что Ауэ пришлось... Уволиться, дабы избавиться от него. Но решение за ней. Что сделано, то сделано. Эээ... Где... Ну, чем ты теперь собираешься заняться? Ну, я надеюсь, что со временем найду себе что-нибудь. У меня... Припрятано немного в запасе денег, так что... Не слишком беспокойся об этом пока. И у моего парня... Хорошая работа, так что он, вероятно, если что, подсобит. Парня? Твой... Твой парень? Я что-то пропустил? Твой парень? Ха... Я немного шок... Я тоже... Шокировано, что Ауэ так легко... Сбросил эту информацию на меня. С каких пор она встречается с кем-то? Она раньше никогда не упоминала о парне. Острый нож. Эээ... Словно из ревности пронзает мое сердце. Мне хочется отвести от нее взгляд, дабы скрыть слезы наворачивающиеся на моих глазах. Мы вместе... В общем, встречаемся уже какое-то время. Его имя... Джинпей. Он классный. На самом деле, он собирается забрать меня через несколько минут. Джинпей, Джинпей, Джинпей! Я уже ненавижу его. Ненавижу звук, как звучит его имя. Ненавижу его тупое лицо, которое... Сейчас придумывает мое воображение. Он что, уже целовался с собой и прикасался к ней? Он спал с собой? Я убью его. Я, блядь, задушил его, пока он спит. Я так рада за тебя. Спасибо. О, он уже здесь. Давай я вас представлю. Я тебя познакомлю с ним. Спасибо, я... Убью... Я оборваю себя на полусловии, игнорируя недоуменный взгляд Ауэ. Упс. Да ладно, она бы все равно... Вы серьезно не подумал, если бы даже... Сейчас я его убью. Ой, прости, это... Я сейчас его уже убью, я сейчас уже его люблю. О, ну типа того можно было бы отмазаться, если что, от Ауэ. Ауэ встает и смотрится на двери. Эй, бэй. Эй, бэй. Чтобы пасть его растрепанную одежду. Ну, похож на атаку. Да. Она встречается с этим куском дерьма. Что она не могла кого-то другого найти. Она ведь могла бы заполучить меня, она могла бы иметь и пользоваться моим великолепным телом. Я бы отдала себя ей в любое время, когда она захочет. Да-да-да, мы помним, Норика, мы помним, как ты лелеешь. Ауэ. И она выбрала эту... Джунпей, Джунпей, а не меня. Это твоя подруга? Да, Джунпей, это Норика. Блин, почему мне Джунпей хочется? Джан, Джунпей, это какой-то очень корейский. Джунпей. Джунпей как-то звучит тупо, а Джунпей как-то более... Ну ладно, Джунпей, ладно, хрен с вами, Джунпей. Ты Норика? Йоу. Привет. Ауэ многое о тебе рассказывала. Правда? Точно. Мы собираемся пойти в кино. Хочешь присоедаться к нам, Норика? Да нет, детка, ты же сказал, что мы собираемся... Джунпей? Джунпей? Все нормально, у меня на самом деле есть еще дела. А, ну ладно, тогда может быть в следующий раз. Может быть. Ну ладно, тогда увидимся. Увидимся. Пока. Ой, хватает Джунпей за руку и Аню... Уносится. Я сдаюсь. Я явно не смогу конкурировать с этим... А, с тем, что Джунпей может ей предложить. И... Давно-давно я уже позабыл о ней. Когда-то у меня был шанс, пока мы учились в старшей школе. Но я, к сожалению, упустила его. Я... Время шло, в общем... Так я себя убедила, верно? Но я... Так сильно хочу ее вновь. Но мне нужно двигаться вновь дальше. Может быть, когда-нибудь найду кого-нибудь еще. Кого-нибудь, кто сможет заполнить пустоту, пока я не смогу завладеть ею. Я покончил с этим, покончил с ней и со всем этим. Джунпей даже не стоит того, чтобы его убивать. У меня нет времени тратить на него, в любом случае. Меня ждет миллион запросов дома. И у меня нет времени расслабляться, сидеть здесь. Мне нужно ехать домой. Работать и воплощать в жизни амбиции Corpse Girl. Если я... Погружусь в эту работу, может быть, я смогу в итоге забыть Овои. Если Corpse Girl станет достаточно известной, возможно, Овои будет уважать меня, лелеять, любить. И мы сможем быть все-таки вместе. Мы сможем поехать на Гавайи или в Австралию, или в Швейцарию, или в Норвегию. Пить горячий шоколад под солнцем. Прижиматься друг к другу, дабы не замерзнуть. И мы сможем преодолеть наши страхи и тревоги вместе. Мы всегда будем счастливы, даже если Джун Пи умрет и Овои даже не будет заботить это. И она просто сможет поцеловать меня на пляже. И мы будем так счастливы вместе. Как бы было бы намного проще и лучше, если бы Corpse Girl могла бы взять себя в руки и просто вылезти из моей головы, дабы я перестала тонуть в этих бесконечных мыслях. А что, если, кто и почему, которые продолжают циркулировать, как сливающийся водосток в мою мозгу. Как бы все было бы гораздо проще и лучше, если бы Овоя также была влюблена или ела бы лишь в меня, как я ее. Но сейчас я должна забыть о ней. У меня есть работа. Ну погнали. Каждый труп сливается со следующим. Все они кажутся такими одинаковыми. Каждая причина смерти это просто незначительный факт. Просто пуля в списке, крошечная деталь, которую нужно добавить на фото. Я уже потерял счет, сколько фоток я сделал сегодня вечером. Эй, ночью. Двадцать? Тридцать? Она за ночь двадцать-тридцать фоток сделала? Она три тогда сделала, она задолбалась три делать. Охренеть. Но запасы продолжают поступать. Я думал, что их было семьдесят, но теперь их гораздо, гораздо больше. Сколько? Эти цифры, да? Двести? Триста? Мне даже нет времени подсчитывать их. Значит, этот умрет от удара бейсбольной биты по лицу, этот утонет. Этот милый парень отрубит себе голову, а эта симпатичная девушка убьет себя ударом тока. Все они оставят после себя великолепные красивые трупы. Такие же великолепные красивые трупы, какие и на моих фото. Уже этот музон. Мы будем весело собирать трупы, которые будут выглядеть как эти жертвы. Я, Тамо и Каджира. Мы будем накладывать макияж на каждый труп. Одевать их. Запечатывать их в милые маленькие мешки для трупов. Украшать их красивыми ленточками, дабы доставить их нашим дорогим жертвам. И каждый из них, в свою очередь, умрет и оставит после себя красивый великолепный труп. Прекрасные трупы заполонят Токио. Прекрасные, красивые, великолепные, неподражаемые. Такие же прекрасные, великолепные, неподражаемые, как я. Такие же стройные, словно кожа до кости. Я словно идеал воплоти. Каждый труп будет немного походить на меня, отражая мою красоту. Ведь Каджира однажды назвал меня великолепной, прекрасной. Аой, никогда не называла меня прекрасной. У меня крайняя нехватка горелых, горелок, телефонов горелок, дабы разослать все эти входки каждой жертве. Прекрасно использовать каждый телефон по несколько раз. Может я смогу отправить 10 фоток с одного телефона, прежде чем избавиться от него. В принципе, это неплохая идея. И думаю, она сработает для моих амбиций. Это также сократит объем работы. У нас также не хватит места в фургоне, дабы собрать столько трупов из морга. Пожалуйста, сделать несколько поездок. Туда, обратно, из морга, на фабрику, из морга и снова на фабрику. Интересно, сколько тел мы можем мстить за раз? Пять? Десять? Пятнадцать? А что если сложить их друг на друга? Интересно, смогу ли я пролезть между ними вместо того, чтобы сидеть на пассажирском сиденье? Я ведь довольно миниатюрная, довольно худая. Я, наверное, могла бы залезть в один из мешков для трупов и спрятаться среди горы трупов. А потом выскочить и неожиданно напугать Каджира, когда он откроет фургон, дабы начать выгружать их. Бу, ха-ха, попался Каджира. Ставлю на то, что ты и не догадался, что я буду здесь, среди этого кладбища трупов. Ставлю на то, что я неотличима от этих прекрасных, великолепных трупов, верно? Смогу ли я расстегнуть мешок для трупов изнутри? Нужно будет попрактиковаться. Я могу представить себе шокированное выражение лица Каджира, когда я вылезу словно голубь и вес выпрыгивающий из праздничного торта. Может быть, не стоит раздеться, прежде чем завернуться в мешок для трупов. Уверена, ему бы это понравилось. Я уверен, ему бы понравилось видеть, как я выскальзываю из мешка для трупов совершенно голая, обнажая свою бледную кожу, свои костлявые руки и тонкие ноги. Его глаза вылезли бы из орбит, когда он увидел мою выступающую грудную клетку, бедра и маленькие плоские груди. Он, вероятно, думал бы об этом каждую ночь, перед сном и фантазировал бы обо мне и моем идеальном теле. А также мечтал бы о том, как прижаться ко мне в мешке для трупов, спрятаться в месте среди этого кладбища трупов в фургоне. Бу! Ха-ха! Попался! Чёрт! 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 Норико! Я стягиваю верхнюю часть мешка для трупов вниз вокруг себя и позволяю своей плоской груди подышать утренним солнечным светом. Бу-бу-бу! моя обнаженная кожа покалывала от свежего воздуха не думаю что я когда-нибудь так много кожи подвергала солнечному свету я хихикаю продолжаю наблюдать как коджира 5 часа назад попался попался ты ведь точно не знал что я буду здесь я освобождаю свои руки и делаю educationную форму рукой прожимая колбу что-то из-за него даже не знал что я буду здесь на иные сняли суббола не понятно почему ты не отвечала на телефон. Ты что, голая? Бу! Клайбин, ты с мной! Давай, забирайся ко мне сюда. Ты в порядке? Клайбин, клайбин! Давай, ко мне сюда, забирайся скорее. Я стегиваю молнию на мешке для трупов еще шире, дабы освободить место для Каджира. Но он не тронулся с места, он просто стоял у фургона, уставившись на меня ошеломленно. Подожди, секунду. Одну секунду. Он таскивает телефон из кармана, сжимает к своему уху. Да, я нашел ее. В задней части фургона. Да, и она в мешке для трупов. Каджира вешает трубку и кладет руки на бедра в его любимом жесте. Твоя одежда хоть здесь? Не знаю, но я так замерзла. Можешь залезай ко мне и согрей меня скорее? Тебе повезло, что мы еще не уехали с фабрики. Поставки могут подождать, так что иди внутрь и одень уже что-нибудь. Я не могу просто так взять и вылезти из мешка трупов, ведь я полностью голая, голая. Каджира снова подносит лизок к телефону. Можешь прихватить с собой хоть немного одежды? Круто. Каджира подходит к фургону, пригибает голову под крышу и смотрит прямо мне в глаза. Томой скоро подъедет. у нее она прихватит с собой одежду. Не-не-не, я не буду ничего одевать, ведь я теперь труп как-никак, ведь я корпс-гол. Ладно. Какого хуя здесь вообще происходит? Норико, поставь эти на. Норико, быстро закрой свою травмоту. Прикрой, точнее. Томой появляется из ниоткуда и протягивает руку. Уеклу да, в руке была рубашка и спортивные брюки, но не мои. Это все, что я смогла найти у себя. Вот, возьми. Я тянусь, чтобы взять одежду, но в последний момент отталкиваю руку Томой и швыряю вещи прочь из фургона. Ах ты маленькая сука! Посмотри на меня, ведь я же труп. Я же ткерпс-гол. Давай, залезай тоже ко мне в мешок для трупов, Томой. Я так хочу пощупать, тебя потискать. Ни за что, черт возьми, этого никогда, блядь, не произойдет. Никогда на свете. Походу, тебя наконец сломало, да? Похоже, это серьезно. Ни за что, ты думаешь? А я, блядь, не догадалась, да, думаешь? Да она ебнулась на голову. Похоже, нам нужно отвезти ее домой. Ну да. Норико, вылазь из фургона и садись на пассажирское среди сиденья. Нет! Норико, пожалуйста, мы волнуемся за тебя. Мы отвезем тебя домой. Да у меня нет никакого дома, ведь я же обычный труп. Забыла? Отвезите меня лучше в морг. Боже, какой же ездец происходит? Ну как же мне это нравится? Я состраиваю свою лучшую труппу, ну ладно, гримасу подражающую труппу, высовываю язык и закатываю глаза. И когда из них никто не смеется, я решаю посмеяться вместо них. Понятно. Хватит. Как же забирается в фургон и хватает меня за запястье? Пусти меня! Он заталкивает мои руки в мешок для трупов, прижимая к бокам. Я не могу сопротивляться, он намного сильнее меня. Застягивает молнию на мешке для трупов, пока она полностью не окутывает меня. Затем он толкает меня назад, дабы я упал на кучу других трупов. Здесь фургоны захлопаются. как только он покидает фургон и вылезает наружу. Темно. Я слышу шар марканье снаружи, а затем рев двигателя. Мы отправляемся в морг, мы едем, морг, мы едем, морг. Я пою за всех сил, но не думаю, что они меня слышат. морг, морг, едем в морг. Я смеюсь до тех пор, пока не задыхаюсь, а потом решаю немного помучиться от удушья. Кошмар, ну как же это шикарно. Кхм. Трой акт? Каджира. Мы за него теперь будем играть? Один месяц спустя. Таймскип. Ну все так же лето, кстати говоря. Каждое утро я стараюсь поразмышлять о жизни, помогать мне оставаться на земле. Занимает мой разум. Ну что, ребята, давайте на этом закончим. Да, в общем, посмотрим. Если что, может быть... В общем, ладно, неважно, это было шикарно, надеюсь, да, вы не зарождали вот это все, да. Вот. Спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте пачку, я комментирую, подписывайтесь, ждите новых видео, вступайте в группу ВКонтакте, да. Вот. Если прямо уж очень хотите поддержать, то ссылочки все в описании, да, если что, вот, да. Дженнамена, мотанэ, байбай на нот, скажи сам адрес, хайя.